От чего вы в Украину приехали? Потому что очень просто. Первое, я жил в Севастополе, я этого не скрываю несколько лет. Потом пришли русские. Меня обвинили в том, что я бандеровец, в том, что я помогаю правому сектору и так далее. Мне пришлось уехать. Потом, если мы элементарно возьмем историю, посмотрите, Афганистан, Чечня, Грузия, Абхазия, Нагорный Карабах. Это только ближайшие лет 30-40 мы берем. День, куда не придут русские, везде боль, страдания. Мне 460 тысяч они убили в Чеченской республике Ичкерия. Только 60 тысяч из них это были до 16 лет. Дети до 16 лет. И теперь русские пришли сюда в Украину. Я воспитан так, что когда у моего соседа горит дом, я не буду стоять в стороне и смотреть, как он пылает. Я возьму ведро и буду тушить. Так же я приехал сюда. Я не стал стоять в стороне, когда в Украине загорелся соседний дом. Когда русские пришли убивать, грабить и насиловать. И кто бы там что ни говорил, что их там сколько нету здесь, да? А я знаю статистику, что на 10 убитых 8 граждан Российской Федерации. И это буряты, их дерьма, ничего, не смеют. Расскажите тогда, пожалуйста, а в пытках местных жителей, в пытках товарищей, в пытках сепаратистов? Нет, нет. Пытать вообще, вы с вами знаете, чтобы пытать пленных, это грех, это храм, это запрет. И ни я, ни мои люди, никто в этом не участвовал. И все, что вот это вот они там придумали, да, написали. Это расправа только за то, что мы тормознули контрабанду и показали всей Украине, что вот, такие суки наживаются на нашей крови. Мы умираем там. Люди остаются без ног, без рук, зато он в пиджачке сидит. Примазанный, обритый. Все, что они могут, да, это когда меня привезли. Все, что он мог, это когда я сидел в цепях, в наручниках, в угрожадне, да, что мы тебя откровим, сдадим, обвиняем в России, тебя в Беларуси расстреляют. Дружок, я не боюсь смерти, посмотри сюда. Ну что ты глаза пустил, я угрожаю. А такие, как ты, на свободе, когда видят меня, они опускают свои глаза и переходят на другую сторону дороги, сверчаки. Чего-то я не видел тебя, когда наши пацаны там оставались без рук, без ног, в зоне АТО. Хотя какая это зона АТО? Антитеррористическая операция длится вообще пару часов, ну, никак не год и не больше года. Субтитры создавал DimaTorzok